В районе деревни Селихово скоро заработает самое крупное сырное производство в округе. Его хозяин сыровар из Королёва Вячеслав Ковтун. В прошлом году он выкупил заброшенную молочную ферму, это 20 гектаров земли. Администрация округа помогла оформить участок, подвести электричество и воду. Сейчас идет реконструкция бывшего коровника, скоро здесь будет сыроварня. Все необходимое оборудование уже завезено. Оборудование это все наше, российское, отечественное. Я специально летал в Вижевск на предприятии к ребятам. Ребята раньше делали автоматы Халашникова. Сейчас объединил и сделают классный сыроварня и спецоборудование. Качество за последние 5 лет, как мы этим занимаемся, оно очень сильно выросло. Теперь даже не стыдно с итальянскими конкурировать. Качество по оборудованию по нашему намного дешевле. На ферме планируют производить сыры твердых и мягких сортов, сыры с плесенью. Основную массу будут варить из сергиево-посадского коровьего молока. Наш округ остается в лидерах Подмосковья по его производству. Для себя мы будем разводить еще овец. И небольшое количество сыра, овечье молоко очень дорогое. Мы будем варить, пока не скажу название, какой сыр будем варить. Но из овечьего молока будем варить сыр. На ферме будут перерабатывать до 10 тонн молока в сутки. Сергиево-посадская торгово-промышленная палата поможет с реализацией продукции. Например, в торговых павильонах «Подмосковный фермер». Для них мы сделаем такую льготу, что будет возможность оформить нестационарный объект на территории городского округа без аукциона. И уже первый объект мы заключаем сейчас. Компания «Русмолоко» будет строить свой подмосковный фермер. И сегодня мы говорим на эту тему вместе с Вячеславом Ковтином, что самое основное – это сбыт продукции для любого производителя. Для Сергиева-посадского округа новая сыроварня – это дополнительные отчисления в бюджет и новые рабочие места. Глава округа Михаил Токарев обещал дальше поддерживать молодое предприятие. Мы поможем с организацией работ по обустройству водопровода. Мы все-таки поможем решить вопрос, постараемся решить как-то с газом, чтобы было понимание, когда он в принципе в этом месте может быть. Пока его нету, это газгольдер, опять-таки поможем. Спасибо ему огромное всем тем, кто сегодня в такое непростое время занимается таким делом. Мы всегда рядом. По словам Вячеслава Ковтуна, сыроварня должна заработать уже в августе этого года. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».